Техосмотр Водитель 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 Может предъявить требования В данном случае Своему же клиенту Предостерегают водители Ив ГИБДД За отсутствие техосмотра Предусмотрен крупный штраф Правда только с будущей весны С 1 марта 2022 года В кодекс административных Правонарушений вносятся изменения С этой даты Все владельцы транспортных средств Которые не прошли Техническое диагностирование Не оформили диагностическую карту Будет привлекаться к административной ответственности Сумма штрафа Ставит 2000 рублей Планируется, что Данное правонарушение Будет также являться В автоматическом режиме И еще об одном, но уже менее Важном изменении С 2017 года Оформленный электронный полис Начинал действовать только Через 72 часа С момента заключения договора Это надо было учитывать водителям С покупкой новой страховки Не стоило тянуть До последнего дня Действия старой Если тянувший до последнего водителя В эти первые три дня Стал виновником ДТП То оплачивать ущерб Потерпевшей стороне Пришлось бы из собственного кармана Сейчас эту норму отменили Страховые компании Уже могут сами Выбрать тот период В зависимости от клиента Добросовестный он Давно ли он страхуется В данной страховой компании Либо же это клиент новый Тот период С которого полис Может действовать Это может быть Дата следующего дня Дата через два дня Либо через три дня Как это было раньше Сейчас ответим на вопросы Которые пришли в редакцию Нашей передачи От зрителей За помощью Мы обратились в отделение Банка России По Ярославской области Которая осуществляет надзор За деятельностью Страховых компаний Полис на сайте Уже оплачен Я хочу внести изменения И вернуть излишне Уплаченные деньги Что делать? Необходимо обратиться С заявлением В страховую компанию Большинство фирм Публикуют форму Для заявления У себя на сайте Не забудьте указать Реквизиты счета Для возврата средств После перерасчета Страховая Неправильно указала Скидку За безаварийную езду Что делать? Первое Обратиться в страховую компанию С письменным заявлением Информация о КБМ Есть на сайте Российского союза автостраховщиков Сведения и изменения В базу данных Вносятся только страховщикам Полис ОСАГО Гарантирует выплаты Пострадавшей в ДТП стороне При этом не нужно Обращаться в суд И ждать долго денег На ремонт Еще одним плюсом Обязательного страхования Эксперты называют Повышение уровня безопасности На дорогах Автостраховку Водители обязаны Оформлять каждый год Страховщик Выплатит пострадавшей стороне Компенсацию В размере до 500 тысяч Однако Некоторые водители Рискуют Полис ОСАГО Не оформляют Видимо надеются на авось Предостерегают Таких водителей И в ГИБДД Если полис не оформлен То штраф Ставит 800 рублей Если Оформлен Но водитель Не допущен По данному полису Либо срок Управления транспортным средством Не совпадает Указан в полисе То штраф 500 рублей С 22 августа В России Отменили Обязательное Прохождение Техосмотра Для частного Легкового транспорта Теперь Получить страховку Можно без диагностической карты Однако Для водителей Которые не собираются Проходить ТО вовсе Все может закончиться Финансовыми Неприятностями В некоторых случаях Страховая Может обратиться В суд С вами был Георгий Колчин Соблюдайте закон Это как минимум Убережет ваш карман До свидания Продолжение следует... Продолжение следует...